Музыка Знаете ситуацию, да и жители наши знают, особенно по тем адресам, по тем адресам, где действительно лифтенни работали, что в период с 17 по 29 число у нас было разграблено, разворовано, где, ну в основном через эти кутушки, так называемые, которые уже все знают. Раньше, если бы эти легкие работы, никто понятия имел, что это кутушки, что это медь там, так далее. Сейчас весь город знает эту же тематику, знает, так сказать, слова, термины чисто профессиональные. Значит, у нас было разворовано 25 кутушек, при этом было разворовано очень жестоким образом, мы сразу поняли, что только профессионалы, потому что 8 кутушек снималось с рабочего лифта, то есть лифт поднимался вверх или вниз, и снималась кутушка. Усугубляется это чем? Потому что когда ворует кутушка, когда лик не рабочий, ну остановлен на каком этаже, там, и первом, и десятом, и девятом, тогда только кутушка пропадает, и не включается двигатель. Дошли уже умельцы до того, что начали воровать кутушкой, когда лифт поднимает в движении, и при этом, когда снимается кутушка, моментально сгорает двигатель, потому что он теряет защиту. У нас, кроме того, что у нас на 25 лифтах были сворованы кутушки, у нас вышли со строя 6 двигателей, при том самых серьезных. Уже три дня подряд, в 9 часов мы собираемся, я там, представители фирмы, которые обслуживают лифты, милиция, обсуждаем вопросы, как прекратить вот этот грабеж. Но вчера эта работа, которую организовал Владимир Николаевич, уменьшалась успехом. Задержаны два человека, которые подозреваются в разворовании этих кутушек. Наутро сегодня, на 9 часов информации, один задержан дает показания, другого как бы ищут. Один из них работник вот этой бригады, которая в нас обслуживает предприятие, которая в нас обслуживает лифты. И один работник, где когда-то работал в каких-то других предприятиях, именно тоже являясь профессионалом в этой области. Оба жители Южных, и есть, например, это следствие, я думаю, что кто-то подвозил, кто-то вывозил. Я так думаю, что на выходе будет 3-4 человека, может быть и 5 человек этой группы. Это было организовано. Люди задержаны, дают показания. Мы знаем, кто участвовал, покажем адрес, милиция знает. Ну, после того, как вот это вот начались первые кражи по городу, первые два дня я слышал, что около 15 кутушек пропало. У меня возникла идея совершить преступление, украсть медную катушку. А вы знали, как она снимается? Ну, я помогал одну механику по лифтам и видел, как он это делает. И сколько вы успели за это время снять катушек? Пять. Пять катушек сняли, да? Хорошо. Как вы планировали их сбывать или как сбывали? Населенно металлоприем сычай. Ну, по сравнению с ее реальной ценой, вы же получали копейки фактически. Ну, мы не знали ее реальную цену. Расскажите еще что-то. В какое время суток в основном вы это все делали? Днем, когда все были на работе или как? Ну, получается, что да. Ночью просто патрули по городу ходят. И как-то парень с рюкзаком в ночное время вызвал бы подозрения. А днем не вызвал? Ну, днем много парней с рюкзаком ходят. По южным? Ну, да. На пляж, с пляжа, в магазин, на рюкзак. Ну, вы понимаете, что люди, фактически вы оставляли людей без средств передвижения? Те же самых бабушек, дедушек, которым порой выехать там на пятый, на седьмой этаж, это, ну, выйти пешком, это уже проблема существенная. Сейчас понимаю. В тот момент, видимо, думать не хотел. А кто вы по специальности? Бетонщик-строитель. Сейчас целая куча работы по вашей специальности. Чего вы вот именно надумали? Разве это легче деньги? Нет. И поверьте, мне кажется, одна катушка, сколько там, ну, 200 гривен вы максимум могли из-за нее получить. Или сколько вы получали? 200 с копеек. Бетонщик-строитель. Ну. Фактически за день работы строителем, бетонщиком, можно сейчас 400-500 гривен легко положить, ни на что не тратясь и ничем не рискуя в день. Я обращался по поводу работы. Сделал касс. На тот же кисло. У меня нет военного билета, а там без военного билета не принимают на работу. Хорошо, спасибо. Сегодня работаю в этом плане бухгалтерием ЖКЦ для того, чтобы убытки моральные и так далее. Ну, та статья, которую инкриминируем, это от 5 до 8 лет. Это то, что, так сказать, трактует статья лишения свободы. Какие решения будут соответствующие, суды принимают, будем следить за этой ситуацией. Какую позицию займет прокуратура в этом плане. Мы же видим каждый день телевизор. Мы смотрим, что на сегодняшний день, как судится и как определяется. Статья говорит, что ту статью, которая инкриминирует, это от 5 до 8 лет. Единственное, что меня радует в этой ситуации, я так долго говорю об этих вещах, о которых можно было вообще не говорить, что, в принципе, может быть, это остановит желание последователей заниматься этим грабежом. Потому что сегодня уже есть, понимаете, чуть ли не какая-то отрасль в этом воровском мире. Кто-то на карманнике, кто-то до квартиры в ворове, целая группа людей, которые специализируются. То, что сегодня делается, я встречался буквально вчера, было совещание своими коллегами города Одессы и других городов. Сегодня это очень серьезная тема. Я еще раз повторяю, после нашего эфира, который прошел, я там сказал, что у нас нет такой возможности подстать возле каждой лифтовой шахты, возле каждой лифтовой кабины охранников, давайте какими-то общими усилиями будем думать над тем, как вот это все сохранить. Потому что у нас два момента. Ну, заменить, поставить бронированные двери. Мы посчитали, что в одночасье заменить все бронированные двери на всех лифтовых кабинах, это порядка полмиллиона денег. Если поставить сигнализации на каждом техническом помещении, это тоже стоит денег больших. Но самое главное, что уже приспособились к тому, что даже не открывая вот эту дверь, начинают воровать различными способами. Поэтому я прошу, чтобы мы были бдительными, мы, соответственно, с милицией какую-то работу проводим, как-то стараемся объединить усилия. Ну, и наши жители должны это все понимать, потому что, вы же понимаете, то, что своровали обидно, больно, и самое главное, своровали самый неподходящий и сложный, и трудный момент для жителей Южной, и самое главное, для гостей Южной. Мы и так имеем проблемы с эксплуатацией лифтов, потому что я тоже вот, уже пользуясь случаем, наверное, хочу обратиться к жителям Южной, которые сдают в аренду квартиры, объяснять людям, которым сдают в квартиру, что в лифте одновременно поднимается 4, но максимально 5 человек, а не 8 и не 7. У нас же постоянно отключение лифтом, постоянно проблемы с эксплуатацией оборудования лифтом, потому что в лифт набивается по 6, по 7, по 8 человек. Я понимаю, что, может, люди к нам в город приехали, те, которые никогда не пользовались лифтом и не знают, как это делается, правила пользования лифтом. Ну, вы когда берете куда-то на квартиру, я именно говорю, квартиру съемщикам, надо объяснять людям, что в лифте там 3, 4, 3, 4, 5 человек, что такое вес, такая грузоподъемность, что люди отдохнут, уедут, а у нас будут проблемы с лифтом. У нас и так, слава Богу, не все хорошо в этом плане, мы еще усугубляем ситуацию. Были выведены со строя 25 лифтов, это демонтировано было 25 вот этих, так называемых, катушек, и сгорело во время демонтажа, вот этим варевским способом, сгорело 6 двигателей. На завтрашний день, и сегодня, про вчера собирались мы здесь, сегодня подтягиваем ресурсы, где это мы делаем, откуда мы свозим это все, это не настолько интересно. В результате, завтра на вечер, на 31 число, будет в нерабочем состоянии лифт десантов 21, пассажирский, будет работать розовой, пассажирский будет стоять, химиков 12, второй подъезд, Ленина 21, пятый подъезд, лифт не будет работать, Приморская 11, первый, третий подъезд, не будет работать лифт, и Ленина 7, пятый подъезд, лифт не будет работать завтра на вечер. За завтрашний день из 14 лифтов в этот момент остановлены, значит у нас остается, что не будет работать 6, запустится сегодня до вечера, и завтра запустится 8 лифтов. Остальные, вот эти 6 лифтов, я еще раз, это связано с примоткой двигателей, это десантов 21, пассажирский лифт, это химиков 12, второй подъезд, это Ленина 21, пятый подъезд, это Приморская 11, пятый подъезд и Ленина 7, пятый подъезд. Вот эти лифты, раз, два, три, четыре, пять, будут работать у нас аж во вторник на вечер. Завтра заработать должные лифты, послезавтра заработать лифты на Приморской 11, первый и третий подъезд, и во вторник к вечеру заработать лифты десантов 21, пассажирский, химиков 12, второй подъезд, Ленина 21, пятый подъезд и Ленина 7, пятый подъезд. И вот эту катастрофу мы планируем во вторник вечера ликвидировать. Это такие планы, это поставленная задача перед соответствующими службами, это находится на контроле. Я эту ситуацию контролирую, поэтому сегодня ночью нам завозят оборудование, которое не хватает, и завтра до вечера мы планируем с 13 лифтов 8 запустить. Потом еще, это завтра в пятницу, в субботу будут запущены еще два лифта, и остальные лифты, четыре лифта будут запущены в вторник до вечера. Мы даже в связи с этой ситуацией, с этой установкой лифтов, мы планировали остановить на модернизации еще шесть лифтов, то есть провести капитальный ремонт, замены кабины, лебедки и все остальное. Но в связи с этим шоковым состоянием решили остановить эту ситуацию, приступить к модернизации шести лифтов, уже начиная с первого сентября. Потому что это тоже там, где модернизируется лифт, на два месяца отключается лифт, и люди будут передвигаться по этажам пешком. Субтитры подогнал «Симон»!